Добрый вечер! В эфире «Вести» Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Режим самоизоляции в Крачево-Черкесии продлен до 18 мая. Внесены изменения в указ главы Крачево-Черкесии о введении режима повышенной готовности. Мемориал «Оборонная тропа. Западный Кавказ» восстановлен. В акции приняли участие спасатели, члены общественного совета, при МВД и сотрудники Росгвардии. Благодарность за отвоеванный мир, подарок и признание от молодого поколения получил ветеран Великой Отечественной войны в связи с Семеном Пономаревым. Более 120 созданных им образов запомнились театральному зрителю неповторимой игрой. Свой 65-летний юберей отмечает артист Руслан Тимрезов. В Крачево-Черкесии в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции главы региона Рашидом Тимрезовым режим самоизоляции продлен до 18 мая 2020 года. До указанного периода будет действовать запрет на проведение всех спортивных и культурно-массовых мероприятий и участие в них граждан. Кроме того, до 18 мая не будут функционировать предприятия общественного питания, кроме доставки. Осуществлять деятельность могут кафе и столовые для сотрудников предприятий и организаций, которые продолжают работать. Также закрыты не продуктовые рынки, курортные зоны. Продолжает действовать режим нерабочих дней для гостиниц, фитнес-клубов, бассейнов, салонов красоты, бань, саун, кальяных. Вместе с тем, согласно указу Рашида Тимрезова, организации индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории региона, обязаны обеспечить соблюдение требований о социальном дистанцировании, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска, измерения температуры и нахождения в зданиях. Рашида Тимрезова Рашида Тимрезова По сообщению оперативного штаба, на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных COVID-19 – 549 человек. Выздоровели 88 человек, скончались трое. На стационарном лечении находятся 264 пациента. Все они получают необходимое лечение в полном объеме. Остальные находятся в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России под наблюдением врачей. Весь спектр обследований, необходимый для выявления и диагностирования новой коронавирусной инфекции, проводится в полном объеме. Уважаемые жители, мы знаем, что с 7 мая в республике введен масочный режим. Это обязательное мероприятие. Если это ранее носило рекомендательный характер, то это сейчас обязательное. Поэтому просим не забывать об этом, носить маски, реже появляться в общественных местах, чтобы исключить контактный путь передачи, пользоваться перчатками. Не исключается и обязательном порядке проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия у себя в доме, в квартире. Это проветривание, влажные уборки, протирание всех дессредствами, использование санитайзеров и в домашних условиях, и на своих рабочих местах. Сотрудниками МВД по Крачаево-Черкесии совместно с коллегами из СКФО при участии ФСБ России и Росгвардии задержаны 7 граждан, подозреваемых в незаконной переделке и сбыте огнестрельного оружия и его основных частей и боеприпасов. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у злоумышленников 7 пистолетов и карабин, которые по результатам экспертизы признаны пригодными для производства выстрелов, а также патроны к ним. В дальнейшем сотрудники полиции купили у нелегальных продавцов еще два предмета, конструктивно схожих с пистолетами Макарова. В результате оперативно-розыскных мероприятий в частном доме, который принадлежит одному из подозреваемых, обнаружена мастерская по переделке и изготовлению огнестрельного оружия. Следственным управлением МВД по Крачаево-Черкесской республике возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время троим фигурантам избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Спасатели МЧС России по СКФО совместно с членами Общественного совета при МВД и сотрудниками Росгвардии по Крачаево-Черкесии восстановили мемориал «Оборонная тропа Западный Кавказ». Участники акции прошли по оборонной тропе, берущей начало в Аксаутском ущелье немного выше поселка Красный Карачаево. После произведенных работ активисты устроили митинг, посвященный защитникам Марухского перевала, возложили траурные венки, произвели три оружейных залпа и почтили минуты молчания память защитников Родины. Мемориал «Оборонная тропа Западный Кавказ» связан с одной из ярчайших страниц героической летописи Великой Отечественной. В августе 1942 года развернулись ожесточенные бои. Превосходящие силы фашистских захватчиков ворвались к перевалам Кавказа – Глухорскому, Марухскому, Санчарскому, Нахарскому. Форсировав их, фашисты могли бы в дальнейшем овладеть за Кавказем, со стратегически важными для СССР объектами. На Большом Кавказском хребте насмерть стояли советские солдаты. Здесь решилась судьба обороны Кавказа, а не победили. На территории Карачаева Черкесской Республики проходило множество ожесточенных боев за перевалы Кавказа. Героизм защитников Кавказа сложно переоценить, так как им приходилось воевать в сложных горных условиях, и им противостояли элитные отряды фашистов. Как сказал автор очень красивых стихов Виктор Прытков, для многих защитников перевалов Кавказа ледники стали своеобразным седым мавзолеем, потому что многие не вернулись, многие погибли. В местах наиболее значимых боев на территории Карачаева Черкесской Республики установлены памятники и мемориалы, которые являются символами мужества и отваги наших предков. Время и горные условия не щадят памятники и обелиски. Многие из них находятся в достаточно плачевном состоянии, а некоторые из них полностью разрушены. Хочется, чтобы эта акция стала примером для других людей, так как если мы хотим сохранить историю, то усилия одной группы людей недостаточны для сохранения нескольких десятков обелисков и памятников, которые расположены на территории Карачаева Черкесской Республики. На протяжении всей войны Семен Пономарев, как и миллионы военных связистов, обеспечивал устойчивую связь, оповещая об обстановке на фронтах. Сегодня же в знак благодарности за мир, отвоеванный для нас молодое поколение поддерживает тесную связь с ветеранами Великой Отечественной войны, навещая их на дому. Поздравить Семена Алексеевича пришли представители администрации Черкесской, а также единого волонтерского штаба «Мы вместе». В гости к ветерану отправилась и Александра Коваленко. Оставив все насущные дела, в дом Семена Алексеевича спешат родные и близкие, чтобы поздравить своего дорогого человека со знаменательной датой. С 75-летием Победы. Выразить слова искренней благодарности за мир во всем мире пришли и представители администрации Черкеска, а также волонтеры штаба «Мы вместе». Несмотря на то, что слез ветеран не сдерживает, смахивая их рукой, он все же любит рассказывать о своем боевом пути. Весна 41-го года навсегда лишила мальчишку юности. В апреле ему исполнилось 16, а уже летом он принял присягу, пополнив ряды военных солдат. В 2004 году в Киеве принял присягу, только в Киеве освободили, нас сразу довезли. Принял присягу, был солдат. За Семеном была закреплена должность связиста, которая считалась одной из опасных на фронте. В мою задачу входило наладить связь между подразделениями и в случае ее обрыва исправить повреждения. Зачастую это нужно было делать под градом пуль. Победу Семен Алексеевич встретил в Берлине. По беседу вас с ветераном, выслушав исторические сведения, гости обратились к нему, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни. Хотим вам пожелать очень долгих лет жизни, чтобы вас радовали внуки, дети, чтобы следующий день победы у нас был не таким. Но исходя из того, что у нас такой дух у нашего народа, мы его и в таких условиях отмечаем правильно. С праздником вас, с победой! Лично мне удостоена такая честь проведать ветерана, привезти подарки, поблагодарить его лично. Но для меня это большая гордость. Спасибо таким людям. Дай бог им здоровья. Сегодня ветерана окружают заботой и лаской его два сына и три внучки. В семье Семена Алексеевича воспитывается шесть правнуков и одна маленькая правнучка. И для всех дедушка является гордостью. Дедушка наша гордость. Мы очень благодарны ему за то, что он сделал. Он подарил нам жизнь. Он дал нам мирное небо над головой. Мы его очень ценим, бережем. Это самое дорогое, что может быть в нашей семье. А вот эти яркие рисунки военной тематики и фото дорогого дедушки говорят о том, что семья ветерана Семена Алексеевича также активно присоединилась к акции «Окно победы», подчеркнув, что никто не забыт, ничто не забыто. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня свой 65-й юбилей отмечает известный актер, заслуженный артист России Руслан Тимрезов. Его по праву можно назвать одним из ярчайших деятелей театрального искусства Карачаева-Черкесии. Более 120 созданных Русланом Тимрезовым образов запомнились театральному зрителю неповторимой игрой этого одаренного артиста. О творческом пути актера Карачаевского драматического театра в материале Беллы Джозаевой. Артистом Руслан Тимрезов стал как-то не вдруг, а вполне осознанно. Интерес к искусству проявился в нем рано, но этот интерес привел Руслана вначале к хореографическому жанру. Он учился и танцевать, и петь. Но однажды, попав на театральное отделение, он понял – вот оно его. Его друзьям ничего не стоило переманить его в театральный. И вся его служба в вооруженных силах, которая проходила в Германии, тоже прошла под эгидой творчества. Он играл в драматическом кружке, занимался вокалом и танцевал. После возвращения из армии он со своими товарищами поступает в ГИТИС. И это при конкурсе 120 человек на место. Учеба давалась легко, потому как актерство отныне занимало все его мысли. Сегодня, спустя 40 лет, он говорит, что ни на минуту не пожалел о выбранной профессии. Нет, никогда не жалел. Даже были случаи, когда в Москве учились. Там мне предлагали, который нас главным этим был в курсе. «Слушай, убери акцент, мы тебя оставим здесь». А я тогда-то, мы же думали за свой народ, за свою культуру. Нет, говорю, я должен свою культуру поднимать. Театр – это удивительный мир. Человек забывает здесь обо всем. Он любит и страдает, плачет и смеется вместе с актером, воплощающим этот мир на сцене. Артист Руслан Тимрезов, сполна одарённый большими художественными способностями, день за днём, год за годом дарит своему зрителю всю палитру человеческих чувств. Его герои – это и классические образы, и наши современники – сказочные и комедийные персонажи. Наиболее ярко его талант проявился в таких ролях, как Мирон Липатыч в «Невольницах Островского», Эфенди в Ходжа и Азраиле Шахарби Алиева, капитана в «Хитроумной влюблённой Лопе де Вега», Булата в «Закате Алании» Дины Мамчуевой, Кортика в Морданбалове Альберта Узденова и многих-многих других. И именно за эту роль Руслан стал лучшим актёром второго плана в 2000 году на фестивале театров Северного Кавказа во Владикавказе. Фактически актёром делает режиссёру. Конечно, сам актёр тоже должен думать, что он хочет, что за роль, образ. Много зависит от самого актёра. Но к чему это, как ты должен делать, к чему, почему это ставится, это всегда режиссёр. На традиционный вопрос о роли, которую хотелось бы сыграть, Руслан ответил тоже традиционно. Конечно, от Элла. Не приходится сомневаться в том, что этот талантливый и очень скромный человек продемонстрирует нам ещё не один образ. Ведь возможности этого многопланового артиста велики. Была Джозаева Рашитоков, Вести Карачаева, Черкесия. Это всё Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Родительское право». Редактор субтитров А.Сёмкин